Никого не зацепили Набитки покрепче Слава Богу, родче Так проще, так легче Стираются ночи Я тут на фудшоппинге Нагубила всего домой По вкусу Помните, у нас были курсы новогодние И там были боксы, которые мы собирали И вот там в каждом боксе Были такие гели Все по-разному пахли И у меня сейчас не просто антисептик А антисептик с ароматом латы с печеньем Ладно, прокатимся со мной немножко по городу Раз уж мы начали это делать Вот это университет, где я училась И я каждый раз, когда приезжаю мимо этого места Я рада только одному Что я его уже закончила С той стороны у нас были такие преподаватели Я вот сейчас вспоминаю Такая благодарность огромная к ним Особенно те, кто нас на журфаке вел Вот именно журналисты Но я думаю, те, кто со мной учился Я не понимаю, о ком я говорю В общем, это так классно Когда тебя поддерживают Они нас мотивировали Вот в хорошем смысле Все лучшее, что во мне в профессиональном плане вложено Было вложено ими И стрессоустойчивость И смелость какая-то В общем, хорошее тоже было Спрашиваете, как я не стесняюсь снимать сториз? Поймите, снять сториз Даже на аудиторию миллиона человек Это ерунда По сравнению с тем, когда читают твою статью Особенно на первом курсе Когда ты пишешь просто непонятно что Перед твоей группой А в группе 13 человек, как сейчас помню Ну, то есть, все сидят и реально слушают И ты такой Можно, пожалуйста, уйти? А читали каждый раз То есть, каждую статью, которую написал ты Статью, интервью Все это читалось В всей группе Я поехала домой Сейчас приеду, буду готовить обед И заодно расскажу вам историю Про того, как человек на карантине Зарабатывает от 40 тысяч рублей в месяц И смотрите, знаете, какой у него бизнес? Она наварится и съездит подфиг Мне кажется, это очень полезно Я вам сейчас расскажу очень позитивную историю Которая, возможно, заставит вас о чем-то задуматься Во время карантина Девушка, у которой дома есть кофмашина И она может делать капучино Начала еще печь тортики И она подумала, почему бы ей не организовать доставку Но не простую доставку, а доставку среди своих соседей А соседей у нее очень много, потому что она живет в 25-этажном доме Написала от руки объявление И расклеила на каждом этаже Ну, то есть на 25-ти этажах И клиентов было очень много И до сих пор есть, как я понимаю В общем, все хотят капучино Ну, ты сидишь дома, ты действительно хочешь кофе Кофмашина есть не у всех А как ты можешь заказать капучино на доставку? Там же вот эта молочная пенка, она же вся осядет Мне показалось, это просто офигенно У Алины в Хайлайдсе еще много таких историй И разбора различных бизнесов Я вот сейчас вам покажу Зайдите, посмотрите Я ее подпишу года два, наверное И у меня постоянно работает мозг Когда я ее смотрю Я не живу вообще ни в бизнесе, ни в экономике Но мне так нравится Это вообще просто разжевно Я подобной информации не встречала нигде То есть она рассказывает про реальные случаи Например, у нее подписчики Ну, вы тоже, если подпишетесь, вы можете ей задавать вопросы И она часто, основываясь на запросах людей Разбирает те или иные случаи Например, кофейню Вот было очень много вопросов про кофейню Про первоначальные вложения И она рассказывала, что от 300 тысяч уже можно открыть Вот И там прям реальные примеры Расчеты и так далее Все по полочку Я сегодня супер хозяюшка Купила свежайшие продукты домой Но самое главное Я купила полуфабрикаты Сто лет не покупала Купила во вкус Или котлеты из лески Это захотелось Уже вот такое вот всякое мясо Фарш Но сейчас будет самый главный прикол Сейчас вам покажу Я хочу сделать селедку Потому что я купила уже отварная картофель И отварную свеклу Будет так или нет это делать Я не знаю Я увидела и подумала А не было у морковки еще отварной свеклы В общем, сегодня будет селедка Доброе утро, друзья Я с утра решила приготовить Совершенно раз Доброе утро, друзья Я с утра решила приготовить Кускус с овощами Такой легкий салатик на завтрак И заодно показать вам Что все-таки булгур и кускус Это разные крупы По крайней мере, готовятся Они совсем Совершенно разными способами Вот, допустим, кускус Видите, да, вблизи Как он выглядит Это манная крупа Которая сбрызкивается водой Получаются крупинки Которые снова обваливаются В манной сухой крупе И получаются вот такие вот Крупиночки Булгур же готовится Из пропаренной пшеницы Которую в итоге раздрабливают Вот, сейчас я Залью кускус кипятком И приготовлю салат Для запаривания кускуса Чтобы он у вас Получился не сухим И не как каша Очень важно Соотношение кипятка И самой крупы Вы берете любую емкость У меня, допустим, чашка 150 мл объема Я измерила ею кускус Далее залила сюда кипяток Добавила немножко оливковое масло Соль Залила кускус И сюда же добавила Снова кипяток Уже на 3 четверти Снова залила Закрыла крышкой Накрыла, вернее И оставила на 20 минут И вот таким образом У нас кускус получается В меру рассыпчатым И успевает приготовиться Я вам честно скажу Когда я не снимаю Как готовлю себе кофе У меня всегда получается Густая классная пенка Ну что ж поделать Хлебушек у меня вот такой Полезный, очень вкусный И салат с кускусом То есть я сюда добавила Помидоры кубиками Огурцы Кускус Немного соли Лимонный сок И оливковое масло Всем привет еще раз Я тут сижу Занимаюсь своими финансами Расписываю все По полочкам расставляю Также составляю меню На этой неделе В свекре день рождения Буду готовить все Что он любит Мне только что Позвонила Джульетта Она собирается Приготовить снова панкейки А вы просили Снять подробный рецепт Так что я бегу на кухню Но прежде задам вам вопрос Кто по вашему мнению Должен управлять Финансами семьи Вот интересно ваше мнение Начинаем готовить панкейки Здесь одно яйцо Три столовые ложки сахара Щепотка соли Что делаем Джульетта Начинаем готовить панкейки Начинаем готовить панкейки Здесь одно яйцо Три столовые ложки сахара Щепотка соли Что делаем Джульетта Далее мы добавляем Стакан кефира теплого И столовую ложку Растительного масла Добавляем После чего мы добавляем Стакан муки просеянной И все взбиваем до однородности Можно взбивать венчиком Не обязательно миксером Теперь мы берем Неполную чайную ложку соды И гасим небольшим количеством кипятка Совсем чуть-чуть Давай Вот так Чтобы сода не ощущалась в тесте Все Перемешиваем И сейчас мы добавим В готовое тесто Так Соду добавляем В тесто Перемешиваем И что делаем Оставляем На этих минут Отдыхать Джульетта пробует испечь Первый панкейк Вот такой он получается И когда переворачиваешь Он тут же Начинает подниматься Увеличиваться В размере И вот Совсем С пылу с жару Покажу вам Какой получается Панкейк внутри Хорошо пропекается Пышный Очень вкусный Вот Судя по вашим ответам Все-таки Большинство склоняется К тому Что женщина должна Вести финансовые расходы Я такого Однозначного ответа Дать не могу Но Исходя из личного Опыта Когда в Джульетте Уже было Где-то года два Я сама лично Предложила мужу Вести финансовые расходы Потому что Чисто интуитивно Поняла Что это ведет К экономии К организации Финансов И это очень правильно И важно Для каждой семьи Я как-то вам рассказывала Что мы с мужем Изучаем тему инвестиций Выгодных вложений И накоплений И сегодняшняя ситуация Нам всем доказала И показала Что нельзя быть уверенным В завтрашнем дне Нужно быть к нему Только подготовленным Друзья Если у вас Беспорядок в финансах Не знаете Как закрыть кредиты Хотите начать инвестировать Или просто Навести порядок В семейном бюджете Вам поможет Блог О финансах И бизнесе Вот Оставляю вам ссылочку Блог ведет Александр И оформлено Все очень стильно Со вкусом И так знаете По-мужски На самом деле Александр Рассказывает Простым языком Сложные вещи И применить их Вы сможете Уже в ближайшее время Ребята Чтобы быстрее Навести порядок В своих финансах Я советую вам Получить от Саши Очень крутой Чек-лист Который поможет Вам сделать это Быстрее И легче Для этого Подпишитесь На его блог И напишите В директ Кодовое слово Ключ Как вы понимаете С балкона Совершенно не хочется Заходить в дом Большую часть времени Теперь провожу Здесь И вот Джульетта Пока я сидела Составляла меню На день рождения Дедушки Принесла вкусняшки Говорит Мама Давай вместе Пообедаем Я говорю Ну что из этого Я должна Кушать Скажите мне Пожалуйста Это кстати Вчера Минас Пытался Приготовить Зебру У него Получился Обычный Пирог Шоколадный Очень вкусный Но вот Не получилось У ребенка Будем В следующий раз Готовить вместе Ребята Чтобы Быстрее Сняшки Говорит Мама Давай вместе Пообедаем Я говорю Ну что Из этого Я должна Кушать Скажите Мне Пожалуйста Это кстати Вчера Минас Пытался Приготовить Зебру У него Получился Обычный Пирог Шоколадный Очень вкусный Но вот Не получилось У ребенка Будем В следующий раз Готовить вместе Целый час Сидим с Джульетой Обсуждаем Тему профессии Мы до сих пор Так и не Определились Какую специальность Подобрать Для Джульетты Она у нас Заканчивает 9 класс И так как В Армении 12 классов Нам учиться Еще 3 года Но уже Я думаю Было бы правильно Определиться Именно сейчас Что именно Какую профессию Ей выбрать Не знаю Сможете ли вы Нам подсказать Зная Приблизительно Джульетту мою Ну вот Было бы интересно И послушать вас В какой именно Профессии Сфере Вы видите Джульетту Сможете ли вы И не знаю Сможете ли вы Продолжение следует... Всем привет! Продолжение следует... 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 Без соли, без всего, дайте мне соль и соус. А не удается все равно залить каким-нибудь кетчупом. Здесь, в студии домашний Мэйдфо, у нас ничего не поменялось, кроме того, что был небольшой перерыв, связанный с... Субтитры делал DimaTorzok Вот, у нас три варианта, короче. Есть вот такой вот блестящий топик с юбкой, есть вечернее платье и моя прозрачная кофточка с юбочкой. Вот, что вам больше нравится, что вы хотите подносить сегодня. Стейдж, короче, у нас не прошел по цензуре, потому что мы там слишком громко ржали, просто это было дичь, как смешно. Вот, ощущение, что на Москву надвигается ураган, поэтому я бегу быстренько, немножечко хотя бы поиграть в баскетбол, подвигаться, потому что сидим все время дома, и это был первый солнечный день за последнее время. Вот, это единственный вид спорта, которым можно сейчас заниматься, потому что на частно охраняемой территории своя площадка, на которой вообще никто не играет, это очень удобно. Поэтому сейчас немножко поиграем, потом поужинаем и будем, скорее всего, заниматься английским. Мы уже прям неплохо продвинулись, и я действительно довольна прогрессом. Даже не ожидала, что за 10 дней занятий можно настолько круто натренироваться, потому что Сима уже начала разговаривать, уже все понимает. Я им, правда, даю намного больше, чем в программе, но, типа, зато есть результат. Мы занимаемся по 4-5 часа в день. 10 дней занятий можно настолько круто натренироваться. 10 дней занятий можно так же натренироваться. Сегодня не спится, поэтому я готовлю тирамису. У меня есть очень классный рецепт. Я, кстати, раньше с вами им уже делилась. Для него нужны всего лишь яйца, вот такие печенья с авоярди, кофе и желательно бейлис, например, гибалморетто. Есть в пользу просто виски, сахар и, по-моему, маскарпоне точно. Мы всё это дело взбиваем, потом делаем кофе, завариваем и потом добавляем туда виски. А теперь я буду печенье опускать сначала в кофе, потом раскладывать их на форму. Но поскольку форма я забыла в Волгограде, я буду использовать просто сковородку. Пока что выкручиваюсь как могу, потом обязательно заберу её оттуда. Вот. Захотелось что-то вкусненькое приготовить. Я ещё не проснулась, но уже на учёбе. Важную информацию сейчас услышала о том, что переизбыток любого витамина... Почему нельзя назначать самой себе витамины и просто на комплекте покупать? Потому что даже переизбыток витамина Е может... А чтобы в организме не наступал спой и дефицит витаминов, нужно просто разнообразно питаться натуральными продуктами, в которых есть эти самые витамины. Завтрак. Теперь стараюсь максимально разнообразить. И вот зелень из грядки. Кстати, зелень нужно каждый день есть обязательно просто. Свинину. Тоже есть витамины группы В1, которые нужны. Витамины есть везде. Даже в макаронах, обычных макаронах, есть витамин группы В1, который нам нужен постоянно для того, чтобы мы были нервными, так сказать. Хотела сладенького и хочу испечь ягодную клафути. Думаю, заодно тебе цепь сниму. Это французское такое блюдо. Нужны ягоды размороженные, два яйца, сливки, молоко, сахар. Сегодня рассказывает любимому, что у меня мало времени и нужно больше учиться. На что он говорит, надеюсь, ты еду не перестанешь готовить. У тебя же дар открылся. И французское ни в коем случае губить. И французское ни в коем случае губить. Вообще форма будет держаться летом, когда будут свежие ягоды, а не замороженные. А тогда будет такая красивая форма. Сейчас просто вкусно. Ужин себе готовлю салат. Тут много-много зелени. Соус. Это йогурт, оливковое масло и лимон. И вот думаю, тут семечек положить. Может быть, еще тунца консервированного. Вот я разгулялась. Еще и пожарила картошку и овощи. Скажу тебе честно. Есть такие предметы, как этика, метафизика здоровья. Где я втыкаю наушники в уши, готовлю еду. Вот пирог сегодня пекла. Убирала дом. И просто справедливо слушала лекции. А есть другие лекции. Такие, как влияние жиров, углеводов, витамина в наш организм. Где я судорожно все записываю, конспектирую. По времени, сколько захочу. Сколько у меня есть свободного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как и обещала. Показываю проект. Это наше мини-прихожая. Точнее, это совсем не прихожая. Дело в том, что у нас не позволял дом сделать прихожую нормального размера. Поэтому у нас вот такой вот тамбур, чтобы хоть какой-то тепловой карман сохранить. Поэтому вот так. Это будет все за стеклянной перегородкой. Вот все у нас в одном стиле. Как и квартира. Это эколофт. Обилие камня, дерева и так далее. То есть задумка была. Такое горное шале. Второй свет у нас предусмотрен. Ну и, как все уже, кто со мной давно, знают, что у нас огромное количество книг. У нас очень большая библиотека. И уже никуда это не помещается. Поэтому нам обязательно нужен был гигантский книжный шкаф. Забыла показать. Очень приятно, что девочки-архитекторы не забыли про наше увлечение виниловыми пластинками. Поэтому здесь у нас проигрыватель, специальные шкафчики для пластинок. А с этой стороны у нас будет дровница. Я не стала их заставлять все перерисовывать. Потому что, в общем, мы все поняли. Ладно, быстро покажу еще кухню и побегу, потому что я что-то не рассчитала и опаздываю. В общем, у нас из гостиной вход в совмещенную столовую с кухней. Все знают, что у меня в Москве такой стол. Мы очень с мужем любим все эти породы. Горный карагач. Все помнят, как долго я выбирала этот цвет. Такой плотный синий для кухни. Остров тоже, о котором я мечтала всю свою жизнь. И о раковине у окна. Правда, ведь там будет не такой, там будет дорога. Вот. Такие дела. Единственный минус этих прекрасных картинок в том, что девочки сделали настолько качественные визуализации, что решили туда добавить реальные предметы. Техники, которые стоят как машина просто. И понятное дело, что мы будем подбирать аналоги в 10 раз дешевле. Но когда я отправляю эти картинки на просчет мебельщикам, например, да, потому что много позиций на заказ, нам выкатывают такие сметы, что нам просто плохо становится. Но они видят эту технику и делают какие-то неправильные выводы о нас. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот единственный минус. В общем, я с горем пополам доехала до дома, потому что мне закапали в глаза какой-то дрянь и очень неприятно смотреть на свет. В общем, немножечко расстроенная, потому что я думала, что глаза – это моя суперсила. И вот с этим-то у меня проблем нет. А оказывается, в левом глазу у меня есть место достаточно большого диаметра, которое вообще лишено всяких зрительных нервов по непонятным причинам. И если бы это место было на одну тысячную миллиметра левее, я бы ничего не видела этим глазом, например. Так что меня ждут, в общем, осенью всякие неприятные исследования, но это будет не прямо сейчас. Из хорошего, несмотря на это, у меня все равно прекрасное зрение, я читаю все строчки, поэтому думаем о хорошем и готовимся к осени. Зрение ко мне возвращается, я работаю, снимаю новинки для малины. Посмотрите, какие приехали очаровательные малютки-ковшики и малютки-казанки. И вот такая большая блинка специально для блинов с начинкой. Ну, вообще, конечно, работаю просто в нечеловеческих условиях. Я уже еле помещаюсь на этом балконе из-за изобилия всего. Ой, и, конечно, сейчас уже понимаю, что нужно было проектировать в доме кладовую, а точнее мастерскую. Но, конечно, я этого не сделала, и я понятия не имею, где это все будет храниться в новом доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет-привет! У нас прямой эфир. Сегодня мы будем готовить с шефом ресторана «Северя». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это картофельного, французского картофельного хлеба, который готовится прям, ну, очень просто. Смотрите, мне нужно 150 миллилитров молока тепленького и 150 миллилитров воды. Теперь я бросаю дрожжи, у меня будут прессованные дрожжи, их нужно всего 5 грамм. Если у вас сухие, то берите тогда где-то 1,7 грамм, вот так вот. Прям много дрожжей бросать не нужно, это у нас совсем не сдоба, и понимаете, как размножаются дрожжи. То есть даже если мы вот такую капелюшку дрожжей кинем, наше тесто все равно созреет, оно выбродет. Просто для этого ему нужно намного больше времени, ему, наверное, нужны будут сутки, но это будет очень вкусное тесто. А если вы сейчас лупанете 50 грамм вот таких дрожжей, конечно, оно у вас за 20 минут уже вот так вот подымется, даже не за 5 минут, вот так вот уже подымется. Но это будет невкусно, это будет выпечка, которая ужасно пахнет дрожжами, а оно вам надо? Не надо. Так, я бросила дрожжи, сейчас я перемешаю вот это. Все, теперь для картофельного хлеба нам, конечно, нужна картошка, я ее вот так вот отварила, и сейчас через сито я ее пропущу. Потом я буду выпекать вот в этом. Просто беру сито и вот так вот эту картошку протираю через это сито. Посмотрите, какая она стала. Добавляю ее в молоко, размешиваю с молочком ее. Так, нам нужна соль, немного сахара. Все перемешиваю, добавляю муку и будем замешивать тесто. Тесто я сейчас буду замешивать вот такими вот насадочками, просто вот так. Вот, я вымешала тесто, посмотрите, какое оно у меня получилось. Вот такое вот, живое. Я его накрываю пищевой пленочкой, полотенцем не накрывайте. Может, если у вас есть крышка какая-то, знаете, чтобы туда воздух не проникал, накрывайте крышкой. Потому что накройте полотенце, но тесто начинает засушиваться, что ли. Там влажность очень маленькая. А когда влажность побольше, то тесто быстрее и лучше начинает бродить. Мы сейчас наливаем немного воды тепленькой. Что, у меня включили уже отопление, и дома очень холодно. А тесто нужно тепло. Все, оставляю это бродить на 2,5 часа, но каждые 40 минут я буду обминать наше тесто. Покажу вам как. Я же вам вчера не показала, зацените, какую я сумочку себе купила. Теперь вообще буду модная. Какой цвет, какой цвет, да? Я себе заказала еще салатовый костюм. Все, класс. Я начинаю повышать свои знания в кондитерском искусстве. Сейчас покажу вам такое лице бисквита, которого вы сойдете с ума. Он прям вот такой огромный, пышнючий будет, сумасшедший. И мне пришли формы для каннелей. Это вот сложно, это сложно будет. Но я это 100% Василию. У меня прям цель научиться делать топовые каннели. Прям такие каннели, которые можно продавать. Ладно, перейдем к бисквиту. Нам нужно будет 4. И вот 4 яйца. Белок разделяем от желтка. Добавляю щепоточку соли. Будьте внимательны. Нам нужно сейчас будет в очень такую устойчивую пену сдвинуть наши белки. Посуда должна быть абсолютно сухой. Проверьте, свои вот эти вот венчики тоже абсолютно сухие. Ни капля желтка не должны попасть. И лучше брать охлажденные белочки, так они получатся. Девочки, если у вас получилась вот такая вот какаха, то есть, ну, просто вот вода взбили с сахаром, я, белки и вот это вот. Все, выливайте. У вас ничего не получилось. Идем и выливаем. Теперь начну я правильно взбивать свои белки. Добавляю 140 грамм сахара. Я немного к желткам сразу отсыплю. И немного сюда уже. Ну вот, посмотрите на эту красоту. Как взбились мои белочки, мои хорошие. Вот это правильно. Вот прям вот до такого буду взбивать. А теперь я буду взбивать наши желтки. У меня мои желтки, вон, аж побелели. Я их добавляю к белочкам. Все это аккуратно, лопаточкой. Нежно-нежно перемешиваю. Миксер мы уже не используем. Добавляю 140 грамм муки. Все это нежно перемешиваю. Теперь я добавляю масло в молоко. И выливаю в наше тесто. Вот это кайф. Выливаю все это в форму. Ребят, рецепт это не мой. Я рецепт взяла у Паулины. Честно, я уже давно смотрю ее уроки на ютубе. Она мне прям вдохновляет на выпечку. И я считаю, что ее курсы по кондитерскому искусству это, наверное, лучшее, что есть в России. Мне они очень нравятся. И вот этому бисквиту я научиваюсь у нее. А теперь ставим на 170 градусов где-то 30-35 минут. У меня истекся бисквит. Сейчас я буду его доставать. Вообще, я хочу посоветовать всем Паулинкиным мастер-классы, кому интересно кондитерское искусство. Потому что на них вы реально сможете обучиться до такого уровня, что будете уже зарабатывать на своих вот этих вот сладеньких изделиях. Я сейчас вам прикреплю фотографию. Вы удивитесь этим десертом. Потому что это делает уже не Паулина, это делают ее ученики. Ребят, я вам разрезала бисквит, чтобы вы посмотрели, какой он классный. Он вообще не сухой. Он такой нежный-нежный, прям воздушный. Офигеть. Печь вот такие вот бисквитики. Я стараюсь не пропускать ее бесплатно, особенно в мастер-классы. Поэтому вы тоже можете зарегистрироваться. Просто свадьните. И все, вы перейдете на регистрацию ее бесплатного мастер-класса. У нее на странице вы сможете посмотреть курсы, работу учеников. Посмотрите, какой крутой десерт у нее есть. И вот этому она сможет научить вас. Нужно просто записаться на ее мастер-класс. А вот, кстати, бисквит, который я готовила по ее рецепту. Вот такая вот аппетитность у меня получилась. Сейчас, посмотрите, попробую. И вот так я поливаю яички. Еще солнышко, парик, бекон. Ну скажите, очень аппетитно. И не скажите, что это было бы пешками вина. Кто ждал, мой супер-быстрый суп рамон. Сейчас я вам покажу, как его готовить. Выглядит это, конечно, ну очень аппетитно. И наша бабушечка нам сейчас пригодится. Вот эти химозные приправы я не использую. Если честно, я просто выбрашиваю, потому что я сейчас делаю классный бульон. Миса-бульон, он у меня паста-миса. Есть, гляньте, как много соуза и юзо. У меня греется вода для яиц, потому что нам нужно сейчас будет сварить яйца, чтобы желток был внутри сырой. Я для бульона нарежу имбирь, лайма. Вот этот крымский лук и зеленый лучок нарежу вот так вот наискоси. Сковородка разогрелась. Я бросаю сюда бекон из мураворной говядины. Начинаю все это отжаривать. На две с половиной минуты бросаю яйца в текающую воду. Бекончик пожарился, бога. Выливаю бульон жиром, который у нас получился от бекона. В воду бекончик всего лишь одну полосочку. Вот так просто жарюсь на сковородочку. Все это обжариваю. Добавляю воду, в воде я добавляю мисо-пасту, добавляю имбирь, лайм, соуса, юдзу. Эту вот нашу милину я разламываю на две части. Вот так вот она разламывается абсолютно вся. И укладываю ее. Накрываю крышкой, все это выключаю. Я не знаю сколько там, 4 минутки, я говорю, да, оно все распарится, развалится. Девчонки, не могу не поделиться с вами своим новым набором посудок. Заказала по суперскидке. И знаете, что мне нравится? Что вот здесь антипригодное покрытие не только внутри, но и снаружи. И поэтому она вообще никак не пачкает. Помните, я когда-то отдраивала свою кастрюлю и не могла отдраить. Так вот, с вот этой такого не произойдет, потому что к этому ничего не прилипает. И, кстати, вот в этой кастрюльке я вообще буду выпекать хлеб. Мне она очень нравится для выпечки хлеба. Вот он вообще не прилипает. Вот в любую, я не знаю, форму он всегда прилипит. А вот в такую кастрюльку с, знаете, пригодным покрытием вообще не прилипает. Мне очень нравится. Оставляю вам ссылочку на эту посуду. И обязательно пользуйтесь. Тем более такие скидки. Теперь не купили. Ребята, кто знает мою историю про сим-карту, наконец-то мне ее сделали. Я ждала, чтобы ее сделали, наверное, около двух месяцев. И я не могла пользоваться этим телефоном, потому что не было сим-карты. А мне именно вот эта нужна была. Именно с этим номером. Так, сейчас я ее вставлю. Вот так вот. Ура! Скоро у меня будут еще больше фотографий. Я просто очень хотела этот телефон посмотреть. Алло! Офигеть, да? Какой классный! Ура! Теперь я буду на него снимать скоро. И хорошее тесточко подошло в первый раз за 40 минут. Посмотрите-ка. Какая сладость! Какое оно хорошее! Боже мой! Мочу руки водой, смачиваю. Теперь было бы хорошо, если бы вам кто-то это поддержал, да? Сейчас я покажу, как буду вам обминать. Обязательно попросите кого-то подержать. Потому что если его не подержать, то будет очень плохо. Мы его вот так поднимаем, складываем тесто. С другой стороны также берем вот так вот его. Хоп-хоп! Оп! Все! Еще можно разочек. Все, мы его обмяли. Оно вон даже пузырится немножко. И теперь снова пусть подходит у нас 40 минут. Девчонки, посмотрите на это балл. Балдежное тесто. Просто баллеж. Ну вот прям вот это живое существо какое-то, а не тесто. Теперь смотрите. Я буду выпекать все вот в такой кастрюле. Она антипригарная внутри. Мне это очень нравится. Потому что... Потому что... Ты из нее просто вот так переворачиваешь, и все вылетает. Обожаю. И взяла вот такую маленькую формочку. Здесь я хочу делать просто булочку. Посмотрим, что получится. Никогда не пробовала. Очерепну для булочки немного теста. Вот так. Смотрите, это же пузырится. Оно просто пузырится. Сейчас я сформую. И вот это вот тесто... Ох... Какое оно. Оно бедное. Посмотрите, какое оно классное. Вот это вот тесто для хлеба такое. Я переворчу вот сюда вот. Сейчас мы его тоже сформуем. Сначала я его беру с одного булка, подделываю с другого булка. С одного, с другого. Открываю тесто пленкой и оставляю его на расстойке где-то 40-50 минут. Пучонки, посмотрите, вот так у меня поднялась вот эта маленькая пучонка. А вот так у меня поднялась вот эта грубая. Вот так его было, вот так он поднялся. Мне пришли уже от Победы почтовые сообщения. Что в Сочи можно будет улететь за 900 рублей 31 мая. Вот. Мне... Вот это моя душка. Посмотрите, вот он мой сладкий. Как он вкусно пахнет. Он так же картошечкой пахнет, девочки. Это... И посмотрите, как он легко просто... Я даже... Ой, вывалился. Вывалился, мой хороший. Посмотрите, такой он такой сладкий. Как горячий еще, мой хороший. Он невесомый, посмотрите. Ты же мое золото. Классный, да? Какой он классный. Вот это хлеб. Горячий еще. Ничего, сейчас я его возьму все равно. Ох, горячий. Оп, я его поставила на палочки. Чтоб он у меня остывал. Ну, бомба. Сейчас резать будем. Там вы еще в уголку пойдете. Ну, хороший. Знаете, как понять, что ваш хлеб бомба? Просто берете его в ручки и поднимаете. Если вам кажется, что он весит грамульку, как будто просто облачко в руках держит. Ваш хлеб бомба. А если вы его как кирпич поднимаете, ничего не случилось. Короче, я засунула вот в эту стеклянную штуку. Ну, стеклянная штука. Но, понятное дело, не достанется. Хотя я ее даже смазала. Конечно, немножко подгорело, да? Но оно не так уж и подгорело. Не получилось, маленькая губочка. Начинаю резать своего красавчика. Как волка. Какой он мягкий и нежный, девочки. Это просто отвиндец. Как вам такой мякиш? Оп, оно выпрямляется. Посмотрите. Смотрите на этот мякиш. О-о-о. Это такая. Видите, сразу расправляется. Черужа. Наступил. Я ложусь спать. На ночь делаю полосочки отбеливающие. Потому что я скоро намерена загорать. Все мы знаем, что когда мы загорелые, то наши зубы вообще белющие. Если они и белые будут, то они еще белее будут. Вот так я это делаю. Вот так я это делаю. И от меня хорошее. И от меня хорошее. Нет. 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 Друзья мои, всем привет! У меня хорошая новость для тех, кто думает о том, как разнообразить свой декор десертов, как перестать делать торты с подтёками и с ягодками, и что вообще сейчас актуально, чему нужно учиться и как научиться максимально быстро. У меня будет онлайн-семинар на тему декора, он будет бесплатный, ссылка на регистрацию будет внизу под этим видео, приходите, регистрируйтесь, а мы с вами поговорим об особенностях декора, о самых частых ошибках, начинающих при декоре, о том, какой декор сейчас актуальный и как ему научиться максимально быстро. В общем, приходите, обязательно будет много интересного. Приготовим домашнюю... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, кстати... ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok